Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок, здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники. Сегодня я поговорю с вами на тему осенней обработки плодовых растений. Но можно сказать, освежу у вас в памяти важность искореняющей обработки, которую необходимо провести после уборки урожая всех плодовых деревьев и кустарников примерно за неделю до начала срока естественного листопада. Зачастую такой срок приходит к нам примерно в середине сентября. И этот период является очень важным, потому что надо не допустить опадения листьев с признаками заболевания. Вот таких вот плодов, поврежденных манилией, да, они могут упадать и, конечно же, до этого срока, но могут мумифицироваться, оставаться на дереве. Их надо, конечно же, убирать, но не всегда в большом саду особенно это получается. Поэтому искореняющие обработки имеют огромное-огромное значение в профилактике целого комплекса заболеваний. Мы на нашем канале не раз говорили о разных форматах искореняющей обработки, давали различные рецепты. Один из наиболее популярных, можете освежить его в памяти, пересмотрев ролик еще раз, это использование медного купороса с мочевиной или железного купороса, также в различных комбинациях крепких-крепких растворов, которые позволяют сжечь, буквально сжечь листву здесь и уничтожить одновременно всевозможные болезни и вредители до такой степени с листьев, что эту листву можно даже не выгребать из-под приствольных кругов, можно только за неделю, через неделю после проведения этого листопада, сжигания этой листвы, когда листва опадет, после этого можно через недельку ее обработать триходермой, лучше всего зеленой, даже если холодно, ничего страшного. Триходерма растет 5-6 градусов тепла, она уже прекрасно растет, и она сохранится к весне, и под снегом эта листва вся эта триходерма разложится, и все будет замечательно и прекрасно. Но есть еще один способ замечательный дезинфекции, тотальной дезинфекции вашего сада, включая землянику, включая розы, включая хвойные растения, включая там все-все-все остальное, но в отношении хвойных растений я еще сделаю оговорку. Это очень важно, потому что у многих страдают груши от ржавчины, и надо как следует продезинфицировать и грушу, и хвойные растения, для того, чтобы ржавчины там было поменьше, и чтобы ржавчина, прилетевшая с груши на хвойные растения, не внедрилась там, и не портила, так сказать, ни вам, ни хвойным растениям, ни груши жизнь. Очень хороший эффект по дезинфекции многолетних растений. Вы этим способом можете также обработать посадки флокса. Вы этим же способом можете также обработать посадки дельфиниума. Вы этим же способом можете обработать и монарду, и многие другие растения, которые страдают и от мучнистой росы, и от других таких заболеваний, которые перезимовывают на растительных остатках, и потом больше и больше и больше с каждым годом атакуют наши растения. И вот средством для такой дезинфекции тотальной сада является мой любимый гипохлорид. Гипохлорид вы можете найти в растворе белизны, в хлоросодержащих различных составах бытовой химии, но, конечно же, многие из них одновременно с гипохлоридом содержат высокую концентрацию соды или едкого натра. Поэтому в отношении хвойных никогда не используйте растворы гипохлорида, которые содержат соду или едкий натра в составе. В отношении хвойных можно использовать только вот эти средства бытовой химии, которые содержат только гипохлорид. В отношении всех остальных растений, вот в этот период листопада, вы можете использовать любое средство, вплоть до густого доместоса, самого бронебойного, который содержит вот эту самую хлорку. Каким образом приготовить раствор? Если на упаковке написано «содержит 30% и более гипохлорида», то такое средство разбавляете пополам. Если у вас густое средство доместос, то его разбавляете пополам водой. Во всех остальных случаях, за исключением хвойных, вы можете использовать чистый неразбавленный раствор вот этой хлорки. В него больше ничего не надо добавлять, ни монофосфата, ничего не надо добавлять. Просто используйте этот раствор. Ну, конечно, кто-то скажет накладно. Ну, знаете, просто найдите самое дешевое средство, которое есть в вашем регионе. Я, например, в светофоре у себя, недалеко от дома, могу купить за доллар 2 литра гипохлорида, где только гипохлорид и больше ничего. Это идеальное средство для дезинфекции сада. Работаете по листве, по стволам, по всем, по всем, по всем частям растений вот в этот период. Что касается хвойных, то, значит, я уже сказал, что надо использовать средство, не содержащее ни соды, ни едкого натра. И в любом случае, при любом содержании гипохлорида, на всякий случай, разбавляете его в 4-5 раз. Вот даже в 5 раз разбавьте относительно, ну, литр на 5 литров воды. И у вас будет замечательный раствор для дезинфекции ваших хвойных растений. Ну, конечно, где-то сухо, где-то влажно. У кого-то сорта более чувствительные, менее чувствительные. Поэтому я относительно хвойных всегда вам посоветую. Возьмите небольшую веточку, обработайте этим раствором небольшой участок. И, ну, сделайте небольшое количество раствора. Сделайте тест, обработайте небольшое количество. И посмотрите, если через неделю признаков повреждения веточек нету, значит, пожалуйста, обрабатывайте, все будет нормально. Если признаки повреждения есть, ну, не используйте, потому что на самом деле разные хвойные по-разному чувствительны. Там вересковая туя является очень чувствительной к подобного рода обработкам. Ну, а какой-нибудь можжевельник виргинский является очень устойчивым к подобного рода обработкам. Ну, с хвойными надо быть осторожным. А вот с листопадными, там, где листья или где верхняя часть растений отмирает, там, с многолетниками какими-то, вы можете жестко-жестко-жестко работать, делать эту искореняющую обработку. И из года в год, выполняя такую осеннюю искореняющую обработку, вы просто настолько снизите инфекционный фон, что это позволит вам избавиться и от какомикоза, и от парши, и от манелиоза, и от целого комплекса, там, мучнистой расы целого комплекса садовых растений, болезни садовых растений, которые досаждают нам из года в год тот же самый способ, я вполне рекомендую для винограда. Имейте в виду, что вот такое сжигание листьев в значительной степени способствует лучшему возреванию ветвей, в том числе винограда у роз, и лучшей их перезимовке. Поэтому не бойтесь использовать этот метод вот в такие вот средне-осенние сроки, скажем так, середина, конец сентября, ну то есть где-то за неделю-две до естественного начала листопада. И все у вас будет очень хорошо. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok